МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я проклинаю дом! В 2002 году мои родители купили дом в Запорожской области и вместе с моей сестрой и ее мужем переехали туда жить. Все было хорошо, им нравился этот дом. Но спустя 4 года заболела мама. Поставили диагноз рак груди. До этого мама никогда не болела, была энергичным человеком. Но она умерла в 61 год. Спустя 2 года как заболела. У меня пришла очень сильная боль на уровне души. И целый год я практически постоянно переживала. Я когда спала, мне постоянно снилась мама. Эта боль меня постоянно преследовала. Через 5 лет заболела сестра. В то время она была как раз беременна, четвертым ребенком. И у нее произошли преждевременные роды, 8 месяцев. Она родила девочку, которая умерла спустя сутки. Через 2 недели она обратилась к гинекологу с просьбой, чтобы посмотрели, у нее было затвердение. Она думала, что это мастит. Ей назначили маммографию. И хирург сказал, что это рак третьей степени. Это была саркома. Она боролась с этой болезнью 8 месяцев. И умерла в 38 лет, оставив двое детей маленьких. Очень тяжело было. Потому что маленькие детки, вы понимаете, что сыну было всего 3 года и девочке полтора. После смерти сестры сосед признался отцу, что на этот дом было наведено проклятие рака. Он сказал, что раньше на этом месте жила женщина, которую выселили с этого места. И она, допустив обиду, навела проклятие на этот дом. И она сказала, что все, кто будет жить в этом доме, будут умирать от рака. Предыдущая владелица, как только заболела онкологией, решила сразу продать этот дом. И этот дом приобрели мои родители. Я начала смотреть телеканал Синээл и случайно услышала проповеди апостола. Я целый год слушала проповеди апостола периодически, смотрела прямые эфиры, смотрела свидетельства. И слава Богу, Бог разрушил это проклятие. И я буду жить, слава Богу! Когда я пришла в церковь Возрождения, я узнала, что есть родовые наведенные и приобретенные проклятия. Когда было воскресное служение 24 января, апостол стал молиться, и меня сильно коснулся Дух Святой. Меня начало сильно трясти, что даже муж заметил это. Но я не понимала, что именно Дух Святой делает в моей жизни в этот момент. Когда апостол сказал слово знание, что разрушается колдовство, то, через которое демоны онкологии ворвались в род, пришло понимание, что это относится к моей жизни. Сейчас рушится проклятие колдовства по роду. И демоны онкологии атаковали ваш род, ваше семейное древо. Прямо сейчас это проклятие разрушается. И именем Иисуса Христа проклятие колдовства, проклятие онкологии разрушается прямо сейчас! О, мой Бог, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Боже, спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе! Я начала кашлять. И пришло понимание, что это проклятие, которое пришло от моей мамы и сестры, оно разрушается. И я это приняла верой. Пришла уверенность, что это проклятие разрушено. Дух Святой, Он вездесущий. И когда Он видит, что мы принимаем всё то, что говорит апостол в прямом эфире, когда мы верой это принимаем, то Дух Святой совершает это в духовном мире, и Он разрушает эти проклятия болезни. Неважно, какой болезнью болен человек, но Бог по молитве апостола разрушает эти проклятия болезни. В моём случае ещё не было симптомов этой болезни. Но я уверена, что Бог разрушил это проклятие болезни на моей жизни. Я благодарна Богу, что Бог дал апостолу такую духовную власть разрушать эти проклятия болезни. И я верю, что мои дети, мои внуки уже не будут болеть этой страшной болезнью. Я благодарна апостолу за его посвящение, за его молитвы.